Водители автомобилей Дайвала Сетти и Нексия стали участниками дорожно-транспортного происшествия в Шимкенте. Авария произошла 26 мая примерно в 8 часов вечера по улице Нариманово. Две машины столкнулись недалеко от Народного банка. По предварительной версии сотрудников ДПС Лосетти выехал со второстепенной улицы на главную, не уступив при этом дорогу Нексии. В результате аварии водители обеих машины не пострадали. Значительный урон после столкновения нанесен автомобилям. За чей счет отремонтируют поврежденные Лосетти и Нексию и по чьей вине произошло дорожно-транспортное происшествие, определят сотрудники полиции. Часом позже дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло на пересечении проспектов Кунаева и Рыскулова. По словам водителя Тойоты Камри, он двигался по второй полосе в сторону Нурсата. Внезапно на проезжую часть в неустановленном для перехода месте выбежал мужчина. Водитель даже не успел среагировать. В результате наезда пешеход получил травмы средней степени тяжести. Прибывшие на место врачи оказали своевременную помощь. Преступление раскрыто по горячим следам. Примерно в 9 часов вечера на пульт 102 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Самал по улице Юсупова у продавщицы одного из магазинов украли сотовый телефон. Придя в магазин и воспользовавшись тем, что женщина отвлеклась, парень похитил у нее телефон марки LG. В ходе оперативно-радостных мероприятий был задержан подозреваемый. Потерпевшая злоумышленника опознала. В качестве вещественного доказательства при обыске у него был обнаружен украденный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. В первом часу ночи дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Кунаева. По предварительным данным, водитель автомашины Мазда, набрав высокую скорость, не справился с управлением. Вылетел на обочину, перевернулся, снося на своем пути несколько хвойных деревьев. Лишь по счастливой случайности и позднее время суток в результате ЧП никто не пострадал. Автомашине нанесен значительный материальный ущерб. Автовладелец отправлен на медицинское свидетельствование на наличие алкоголя в крови. Мы заприняты, выезжаем.